здравствуйте дорогие радиослушатели в эфире программа политинформания я ее ведущий двор брумер и геннадий брумер на улице идет дождь погода сегодня прямо скажем не самая лучшая в прошлую субботу вы видели был снег конец апреля но в нашей студии тепло может быть будет еще теплее в течение этой передачи а передача посвящена одному очень интересному персонажу российской пропаганды зовут его владимир рудольфович соловьев как его назвали в простонародье сейчас называют соловьиный помет с легкой руки ивана урганта человек естественно талантливый человек естественно умный но по сути своей по сути своей моем понимании это человек подлец подвес потому что журналистику подменяется всем другим значит качеством который называется пропаганда так ген а мы не сказали телефон да мы сейчас скажем телефон 847 400 5 2 2 0 но мы минут десять поговорим а потом будем принимать ваши звонки поэтому вы как будто приготовьтесь и потом мы послушаем ваше мнение и так что ж что ж такое владимир соловьев ищем это и диаген и такой вопрос если брать вот как продукт да это в твоем понимании свежий продукт или испорчен давай сразу скажем что какое общество какая страна такое телевидение сегодня значит запрос общества есть на такого человека как владимир соловьев которого известны кинокритик юрий богомолов назвал чудовищем у которого даже есть мама вот человек который ну да это самое главное самое главное чтобы я ответил на твой вопрос это запрос общества он нужен вот такой сегодня какой он есть он многим нравится в том качестве как он это делает и что он продает а самое главное чтобы я тискал он продает себя это не журнале мне скажи а он продает или он выполняет определенный заказ это абсолютно разные вещи ну во первых первого это агитация и пропаганда значит если это агитация и пропаганда он выполняет заказ он говорил о том что у него есть знакомые такие как дмитрий рогозин и владислав сурков а это люди которые представители путинской команды а он у них еще один известный человек назвал его соловьева тапером по принципу чего изволите вот какую музыку заказывает администрация президента путина такую песню поет господин соловьев хорошо напомни пожалуйста нашим радиослушателям потому что я думаю что большинство из тех кто нас слушает знает кто такой владимир соловьев да многие его называют журналистом хотя по профессии многие даже не догадываешь он журналистике никакого отношения не имеет если у тебя есть информация ты можно помнить люди конечно могут прочитать вот чего он начинал и как он к этому пришел давай мы быстро скажем что соловьев родился в еврейской семье в москве московские евреи это все-таки особая каста закончил элитную школу и поступал несколько раз в разные институты но как евреи его туда не брали не в мгу не в другие престижные в результате он поступил в институт имени губкина сплавов и металлов где в принципе вот и учились рогозин и учился сурков учился сатановский все его будущие подельники он родился в шестьдесят третьем году вот а и к бизнесу и он журналистики не имеет никакого отношения по той причине что учился на инженера он учился на инженера потом он имеет экономические а будем так говорить человеческое образование у него есть экономический он кандидат экономических наук насколько я пола да но весь вопрос в том что он это пол он говорит о том что он это получил в америке но вопрос как он попал в америку в америку он попал когда работал в комитете молодежных организаций это было это был такой комитет и комитете государственной безопасности который прикурировался примаковым и это было в конце восьмидесятых то время когда а большинство евреев не могли выехать вообще из советского союза даже в страны а социалистического да задружатся господин соловьев каким-то образом удалось попасть вот он состоял в таком комитете где куратором куратором у него был дмитрий рогозин на сегодня день на сегодняшний день вы знаете кто это такой и каким-то образом соловьев тут же попал в америку штат по моему алабама в университете в главную он там стал подвязался на учебу и он говорит он говорит что он то получил экономическое образование хотя пасу из после этого стал заниматься бизнесом хотя весь вопрос в том как еврей попал в америку в конце восьмидесятого года тем более еще в такую глубинку американскую хотя в принципе имея определенных кураторов можно было в принципе как же он стал журналистом тогда а журнали значит давайте скажем сразу изначально что он не хотел быть инженером и начал заниматься бизнесом а в журналистику его привел и такой известный сейчас российский журналист гордон это не украинский дмитрий гордон алекс а по моему александр александр гордон работавший в америке тоже тоже но это он его привел на телевидении но до этого он работал на радио по моему да на радио его позвала известная неоднозначная дама по фамилии синдеева у которой было радио серебряный дождь где значит заболел один ведущий и соловьева знающего английский язык достаточно на хорошем уровне пригласили вести передачу по английскому языку человек он не чуждающийся артистических данных он начал это хорошо делать синдеева сказала что она была в восторге от того как он вел эту передачу и стали ему через какое-то время стал выполнять определенные заказы определенных людей недавнишнем интервью синдеева сказала что он начал интриговать на передаче вот среди их сотрудников всего и но самое главное он начал заниматься политикой то есть у него были вот эти его друзья ему понравилось ходить в круг приближенных к императору до приближенный к императору и выполнять естественно заказы за за определенную плату вот эта вещь самая главная в карьере соловьева вы должны знать что он не делает это по убеждениям все кто его любят вы можете его любить хорошо к ним относиться все что он делает это делает человек за деньги ему интересен не сам у него нет убеждений как таковых консерватор либерал за путина против путина в разные времена он был из-за тех из-за других давай да давай вспомним что одно время в начале двухтысячных да он говорил о том это кстати вы можете посмотреть на youtube канале это не секрет и это не скрывается он говорил о том что как-то россия может претендовать на крым такого просто быть не может это его официальное выступление еще раз вы можете посмотреть на youtube канале он говорил о том что никакой войны с украины с россией тоже быть не может он одной женщине сказал что вы что с ума сошли какая война между украиной и к вытой россии но вместе с тем уже в 2014 году он на ходу переобулся да и и его высказывания стали абсолютно ну на 180 градусов другие потому что запрос власти был таков а владимир рудольфович выполняет только заказ власти и какой-то и своего главного куратора владимира владимировича путина вот и поэтому он журналистику будем такой не пытается как бы это сказать превратил пропаганду искусство по искусство журналистике он превратил надо сказать в искусство пропаганды ему мы не можем отказать в таланте пропагандиста правильно я щас напомню еще раз телефоны нашей студии и вы можете позвонить и высказать свое мнение об этом человеке насколько он вам нравится насколько он вам не нравится единственная просьба не переходить на слова которые в нашем эфире звучать не могут поэтому 847 4 2 0 5 2 2 0 вы можете звонить ну а внимательно послушаем по поводу этого интересного персонажа смотришь ли ты передачи которые он ведет да я смотрю иногда честно сказать сейчас немного надоело потому что он повторяется хочу еще пока нету звонков напомнить что он состоял в демократическом нтв в начале двухтысячных и он как бы слыл таким либеральным журналистам и как бы он стоял на передовых позициях о нем очень неплохо отзывался свое время виктор шендерович но вот сегодня вы не найдете ни одного человека практически которые с ним работает которые бы о нем сказали положительно он почти всех выражаясь русским словом кинул ну смотри если это говорить уже таким простым языком он не рукопожатен среди настоящих журналистов профессионалов да 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 это в эту точку зрения высказал тоже кстати спорный персонаж российской журналистики владимир познер вот но в этом случае я склонен с ним соглашаться потому что вот то что вещает владимир соловьев то как он умело умеет кстати бравировать своей национальностью в нужный момент и обратите внимание посмотрите передачи с точки зрения политологии с точки зрения такой пропагандистики это довольно интересно вам будет интересно посмотреть его послушать потому что человек еще раз говорю я не оспариваю точнее мы не оспариваем меня может брат поддержать его талант пропагандиста он действительно подготовленный человек он действительно начитанный человек а в какой-то степени у него есть оба определенное обаяние то есть на определенную группу людей и уже на протяжении многих передач до когда заходит разговор о пропаганде да мне звонили люди выражают свое восхищение этим человеком что в принципе я могу понять а понимаешь а самое обидное что он евристом торгует то есть вы никогда не увидите что соловьев в среди русских начнет говорить о еврействе как о качестве он это говорит он говорит среди украинцев их унижает тем что ну в какой-то смысле это правда что они участвовали в геноциде евреев во время войны но среди русских которые участвовали в таком регенции он никогда это не скажет обрати внимание он никогда не скажет о достижениях евреем во время войны вы нигде никогда не увидите что он сказал как евреи воевали были ли среди них герои советского союза он никогда не скажет о расстрелянном антифашистском комитете что очень обидно он очень продвигает личность сталина копируя его и показывая что вот как бы очень неплохо в это вернуться поэтому вот его торгашеские вещи при том что он говорит что мы мы я мы не за деньги то есть русский человек это человек который все делает по убеждениям у нас и звонок можем принять звонок мы вас слушаем пожалуйста говорите добрый день я вот слушаю ваша радио каждый раз и вот не понимаю все таки смысла скажите пожалуйста он что президент россии потому что я не знаю о ком вы говорите соловьев не президент россии соловьев российский журналист до который пропагандирует насилие в отношении украины и других республик я вы живете в америке да мы живем в америке она вам надо чтобы слушать соловьева или это я его никогда не слушаю потому что я живу в америке зарабатывать деньги в америке они не треплюсь на радио я понял спасибо зарабатывайте деньги на здоровье своей семье и самому себе если вас это не интересует вы можете положить трубочку и не говорить позволят тогда другие потому что то что делает соловьев это может происходить в будущем а кстати это и начинает происходить в отношении америки был такой напомню вам а зарабатывающим в америке человеку был такой юлию штрайхер если вы знаете о ком речь идет до которого казнили в нюрнберге знаете за что за пропаганду так что не надо говорить о том что чего-то каких-то тем не надо касаться надо касаться всего потому что мы живем в мире таком да да я хотел бы повторить что соловьев это рупор власти он пропагандирует эти идеи сам путин не особо то об этом говорит он политик его право интриговать его право выполнять какие-то вещи можем принять звонки я хотел вот вас просить вот интересная пара рассмотрел до выступления соловьева я конечно быстро начинает тошнить и я должен переключить это дело потому что долго это смотреть невозможно но потому что режим путина смениться никогда не может а вы знаете где он живет где вообще находится его основная резиденция живет в италии на озере кома там находится его огромнейшее поместье которое он заработал купил себе вот на этой же пропаганде я вам скажу проще того он даже об этом не думает потому что он надеется и даже я думаю уверен в том что он вовремя а ну выражает так можно смоется да или свалит как говорят в россии да вот я бы очень хотел чтобы у него это не получилось в будущем потому что очень много детей у него шестеро детей вот и в это ли да большой специалист в этом деле при том что сын один живет в англии да да вот конечно редко гнида видите вы пришли к правильному слову не грубому спасибо вам спасибо есть еще звонок нету пока вот для всех кто как говорится слушает еще раз по поводу соловьева человек делает вот тоже значит позвонил наш радиослушатели да и поинтересовался а соловьев соловьеву вообще до фонаря или до лампада кому как интересно или все равно вообще как живет россия вот в этом заключается его такой конек потому что те деньги которые он зарабатывает он кстати недавно на передаче я забыл название ее может не подскажет идет еще одну передачу с таким политологом михеевым он похвастался найти даже так по бравировал а он любит это делать что те деньги которые он зарабатывает значит на этой передаче на этом канале россия он может купить всю украину всю экономику украины он может за счет вот этой своей пропаганды то что он пропагандирует войну в отношении украины и как говорится и кстати в отношении то что он будет в отношении америки и в отношении англии это тоже как говорится не делает ему чести ну смотри вот самое обидное то что вот он говорит россиянам что жить в бедности это нормально это наша традиция что наша страна великая прекрасно при этом он стоит перед зрителями у него часы apple ездит он на американской машине и любит он американские деньги он считает себя миллионером не рублевым рублевым да потому что ну рублевый миллионер вы сами понимаете это это как бы не камень фото что-то странное он миллионер долларовый и это очень любит человек самовлюбленный выпустил книгу евангелия от владимира вот представьте себе никто себе не позволял такие названия во всяком случае ну вот евангелие от владимир он выпустил и говорит о том что да я могу себе позволить такое такую вещь обидно то что вот у него есть прикормленные например политологи да и обязательно если вы посмотрите у него есть два правильных или неправильных еврея у нас есть звонок добрый день я вам отвечу насколько этичной или неэтично когда звонит человек и интеллигентно и культурно выражает свое мнение говорит вы знаете я сами не согласен потому-то и потому-то а когда звонит человек и в его речи такая уркаганская речь то я буду отвечать именно так же как он мне говорит вы хотите по поводу соловьеву этичной мы обсуждаем личность соловьев так как соловьев объясню так как соловьев обсуждает своих передачах господина его политик который умер гайдар так как он обсуждает политика егора гайдару своих передачах который ему ответить не может чубай слушать вот он обсуждает и грязь и смотрите немцова поливает грязью я объясняю еще раз если вы меня абсолютно вы мне абсолютно не завидно давайте я вам скажу а мы обсуждаем свою потому что зло надо знать в лицо у каждого зла есть свое имя и фамилия и это главное да человек который призывает к войне к насилию насилию в отношении другого народа это об этом человеке нужно говорить вы не хотите говорить это ваше дело сугубо лично мне глубоко наплевать сколько у него детей и какие у него и где дачи понимаете но если не говорить о зле зло становится большим начишь такой раковая опухоль да если раковую опухоль не вырезать она расползается и потом уже лечение бесполезно мы мы обсуждаем а соловьева потому что он распространяет во первых дезинформацию во вторых что он не неприятно он очень отзывается плохо даже не спорит о тех людях которые действительно ему не могут ответить не егор гайдар не в немцов не многие люди либерально мыслящие не кстати чубайс которого он который чубайс который ему помогал в начале карьеры он его поливает грязью и не стесняется этого мы не уподобляемся этому но но все-таки пропаганда и агитация сегодняшнем современном мире это вещь плохая мы примем звонок потом идем на рекламу слушаем говорите пожалуйста алё здравствуйте здравствуйте филадельфия беспокоит и правильно обсуждаете показываете тем которые не смотрят даже собственное радио и телевидение в соединенных штатах а зарабатывают только деньги но с удовольствием после работы смотрят первый канал и любуется этим человеком который конечно не придурок конечно он знает что он делает конечно он двуличницы и льет грязь и возбуждает страсть и его имя соловьев сожалению обидно что он тоже из наших кровей из наших и этим торгует есть звонок еще да можем договорите пожалуйста добрый день я не знаком с работой соловьёва но по поводу того этично ли его обсуждать он вообще как любой журналист он public figure поэтому его обсуждать можно и даже я думаю если бы не то что он не может вам позвонить но если бы он позвонил сейчас на ваше шоу наверняка вы бы приняли его звонок поговорили бы с ним не то что от него прячь не снято не только совершенно с потолка до свидания спасибо за передачу спасибо вам давайте у нас пока звонков нету да мы тогда уйдем на рекламную паузу потом мы вернемся и продолжим наш разговор спасибо спасибо возвращаемся в передачу политинформания и сегодня мы говорим про такого персонажа владимира соловьёва известный персонаж российской пропаганды я делаю ударение именно на пропаганде не на журналистике я не считаю его журналистом хотя он и какой-то какая-то категория людей считают его журналистом и давай еще раз сделаем акцент на том что мы не обсуждаем его личную жизнь его личное отношение мы обсуждаем его как public person да как публичного человека который несет определенную нагрузку пропаганды этой власти причем самое интересное он несет не просто пропаганда и звонок давайте мы примем говорите пожалуйста добрый день здравствуйте здравствуйте а вы знаете когда вы объясняли этому слушателю который не знает кто такой соловьёв хотя можно было уже не смотря российское телевидение как я не смотрю догадаться из ваших передач а вы сказали что он журналист но это он так себя считает но это он так себя считает но я буду образованию нет нет по поведению поэтому он никакой не журналист пропагандист как вы сами говорите пропагандист и это ну а если точнее говорите лжет ну это само собой российское телевидение спасибо спасибо за вашу мнение и звонки пока нету да я хочу как говорится сделать еще раз акцент на том что я и я буду себя говорить я не считаю владимир соловьёва журналистом потому что журналист это профессия очень ответственная очень такая высокая настоящая и как говорится в большей степени ответственное то что делает соловьёв это заказ различных структур подвластных администрации президента да и он хороший манипулятор до манипулятором замечательный потому что я многим кстати тем кто не смотрел передачи владимир слова рекомендую хотя бы один раз посмотреть и послушать и даже может даже в чем-то поучиться у него как это можно красиво манипулировать историческими фактами историческими именами и кроется выдавать это все на гора вот смотри я хочу еще сделать одно отступление многие говорят что он талантлив и силен как полемист человек ведущий диалог но ведь ему никто не противостоит никогда из серьезных журналистов вы никогда не увидите парфенова у него на передаче вы никогда не увидите невзорова у него на передаче вы никогда не увидите артемия троицкого или антона кроссовского люди которые могут аргументированно четко ему по ответить по той или иной который как раз и является кстати журналистами к невзорову у меня и у эдика и у многих людей есть большие вопросы но то что невзоров абсолютный журналист это здесь тоже споры нет он спорный журналист можете его любить или не любить но он журналист будем так говорить не тоже даже с многолетним стажем он журналист по сути своей вот а соловьё по сути своей обыкновенно пропагандисты не зря иван орган в одной из своих передач пошутил про него конечно и владимир рудольфович обязательно обиделся и начал даже как-то грязно мстить ивану органту за вот это вот а соловьиный помет который уже ушел в ноль в народ и соловьёва а в своих ковица комментариях многие как не иначе как соловьиный помет не называют если вы посмотрите к нему на передачи уходит ведь определенная часть людей прикормленных которые нигде на друге на многих передач не появляются это два еврея обязательно евреи должны быть потому что еще расскажу еврейством он бравирует как фиговым листком то есть он не показывает он даже одесский акцент евреев показывает некрасиво это неправильно он нигде не скажет о победах евреев я повторю я просто говорю в первой части не пока не скажет ну вот ну вот показать мы евреи и показать кедми показать значит сатановского людей которые по своим моральным качествам недалеко от него ушли да и вот один из известных блогеров на значит на одном блоке своем на ю тубе сказал этот еврей учит нас русских как нам жить и как там строить страну беда в том что если придет какое-то неблагополучное время русские люди скажут мы здесь ни при чем это все вот этот вот еврей но в принципе как говорится в истории все повторялось да то есть никого ничего удивить не может просто то что касается этого человека еще раз хочу напомнить очень многим нашим радиослушателям а те кто историю может быть не интересовался не читал по определенным причинам юлиус штрайхер очень известная личность в германской истории в истории второй мировой войны человек который зарабатывал авторитет себе на ненависти к евреям и пропаганде этом он был как раз то именно журналистом создав из создавший много газет выступавший его казнили его казнили именно за то что он пропагандировал насилие по отношению другому народу то что делает хотя он говорит что он этого не делает что украинцы в принципе готовы его обнимать за все места которые у него есть на самом деле если вы посмотрите передачи то именно то чем занимается владимир слоев это и есть пропаганда насилия в отношении другого государства только потому что это государство решила жить по-другому и так как живет россия только потому что это государство решила пойти фарватеры других европейских государств американских есть звонок мы вас слушаем говорите здравствуйте здравствуйте вот у меня есть несколько вопросов пожалуйста ответьте мне на такие вопросы вот тут очень много говорили о том Соловер является ли он журналистом или нет то у меня такой вопрос а вот вы сами двое и остальные на вашем радио являются журналистами или нет нет первый вопрос позвольте мне задать вопрос да да пожалуйста пожалуйста Вы говорили о том что он за деньги там выступает на радио и является пропагандистом и гитатором и так далее а вот скажите пожалуйста а вы сами вы бесплатно выступаете на этом радио которое уже куплено какими-то могу вам сразу ответить стоп а вот позвольте мне вступить в ваш разговор и сказать так значит вы не имеете никакого права задавать вопросы по поводу зарплат по поводу высказываться не зная по поводу того кто кем чем куплен потому что а вы знаете а вы знаете кем он куплен еще раз послушайте меня послушайте меня еще раз я никакого отношения к Соловьеву не имею а вы журналист но еще раз вы вы будете себя вести корректно по отношению к людям работающим здесь и по отношению к этому радио иначе у нас будет разговор немножко в другом месте дорогой мой запомните у нас есть колорайди запомнили да все будьте здоровы я звонки еще пока нету по поводу того являемся ли мы журналистом я отвечу нет мы журналистами не являемся мы являемся людьми которые стараются разобраться вместе со всеми кстати не только сами собой а вместе с нашими радиослушателями с тем что происходит в мире и в большей степени в России потому что нас беспокоит то что за последнее время а россия стала милитаризированной страной которая угрожает всему миру мы хотим к этому привлечь внимание мы вас слушаем добрый день говорите пожалуйста здравствуйте 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 я вот в ваших словах слышу угрозы над без Соловьевым вот он пропагандист этого повесили значит и Соловьеву надо повесить за пропаганду нет ну это мы мы оцениваем это оценка его деятельности я вам скажу я вам скажу что нужно сделать Соловьевым когда придет другая власть она придет его нужно судить я не говорю пускай суд выносит вас послушать надо всех судить нет не всех судить надо надо это слово это первое а второй человек спросил вы работаете платно или бесплатно он не спрашивает сколько вы получаете что вы по нему угрожаете никто никому не угрожает я не буду это обсуждать я вам еще раз говорю объясняю вам что судить нужно человека за призыв к уничтожению другого народа пускай суд выносит ему как говорится приговор вот и все я просто привел пример мы вас слушаем говорите пожалуйста здравствуйте здравствуйте я помню когда-то алло да да говорите я помню в 57 году я спросил у дедушки было сорокалетие великого октября но я спросил дедушка ты принимал участие в революции он говорит конечно нет я говорю почему он говорит потому что у евреев должна болеть голова как лишнюю копейку в дом принести не заниматься безобразие я все годы что жил в советском сезоне я был инакомыль пищу у меня никто никогда не наказывает знаете почему да потому что я никому ничего не говорил я молча их ненавид и как появилась момент я сделал ноги и уехал и уже 3 3 и счастье ну мы мы за вас тоже рады оба я слушаю исключительной зависти к самому себе что я живу здесь но это хорошо что как говорится мы можем вам поднять настроение пожалуйста есть звонки пока нету пока звонков нету мы продолжаем наш разговор о владимире соловьёве я просто ген смотри что ты можешь ответить людям еще раз просто для того чтобы почему мы говорим об этом человеке сегодня и почему это так важно я повторю еще раз зло любое зло надо знать в лицо и говорить о нем а если бы соловьёв просто объясню вам позицию говорит был имел убеждения и даже эти убеждения пропагандировал то в этом может быть не было бы никакой никакой проблемы вопрос в том что он занимается пропагандой за деньги даже те люди которые в советское время работали в отделе агитации и пропаганды это были в большинстве своем убежденные люди но нести зло продавая его вы понимаете я вам акцент говорю он продает зло это даже это пропаганда да но это продает если он был называя себя журналистом человеком отстраненным да и как говорится смотрел бы и что у каждой медали во первых есть две стороны а есть еще правая и левая части тела да и смотрел бы как бы на нейтрален не был нейтрален это совсем другой вопрос мы можем принять звонок говорите пожалуйста вопрос вопрос кедми вообще очень спорная личность у меня вызывает отвращение я вам скажу честно напрямую так же как и его подельник сатановский это такие правильные евреи для сегодняшней россии человек прожившие почти 50 лет в израиле выступающий на таких позициях о россии ну вы меня извините это смешно немножко вы знаете по поводу якова кедми чтобы говорить об этом человеке да нужно немножко знать его историю вот у него его начать побег до которые говорится он везде об этом говорит вот вызывает очень многих людей очень много вопросов я не буду сейчас даваться в подробности его победа вот но кедми это это не самый лучший пример для того чтобы смотреть соловьёв ну смотрите я вам быстро отвечу на звонков сейчас стало очень много яков кедми говорит то что ему сказали говорить понимаете то что его кураторы из определенных органов в россии говорят сказали могут он это говорит поверьте это не его как говорится слова мы можем следующий звонок принять добрый день говорить говорите алёй здравствуйте радио нвс чикаго прекрасный коллектив и прекрасно раскладывают обстановку и здесь и там и те кто еще не услышал или у кого заморозились мозги которые днями и ночами смотрят первый канал и таких как соловьёв и иже подобных которых он приглашает туда и среди них есть просто моральные уроды потому что они именно за деньги стравливают людей спасибо вам ребята у вас здравый смысл для этого не обязательно быть все малую журналистами здесь главное быть порядочным человеком уметь отвечать зло от добра и показывать это зло потому что если вы отвлеклись бы от телевизора первого канала послушали бы нашу действительность может быть у вас что-то открылось что может случиться с вашими детьми и внуками здесь спасибо старости лет посмотрите себе в зеркало для чего вы сюда приехали оттуда спасибо большое спасибо нету пока а в принципе я вот не потому поддерживаю человек который сейчас звонил к сожалению не знаю вашего имени а просто потому что мы действительно хотим обратить внимание ваше а еще раз очень много всегда бывает потом звонки идут вне радио на то что происходит на сегодняшней россии если и звонок да хорошо мы примем звонок потом порассуждаем говорите пожалуйста добрый день да добрый день братья бромары у меня такие вот вот соловьёв прикрывается еврейском сатановский не еврей кедрый вообще оборотень еврей а кто для вас эталон еврея вот вы замечательный вопрос я звонок да пока это вадим но знаете у нас братом хорошее чувство юмора да и то что вы сейчас позвонили ген ответ человеку эталон еврея давайте только так эталон с именами и фамилиями моисей например вот это он еврея ну инкштейн например альберт тоже я думаю дунаевский еще кстати вадим такой писатель а гуманист шоу малых им почитайте его пожалуйста на досуге когда у вас будет время да не клеветан вот вы хотите еще можно вы знаете если нам это задать такой вопрос в отдельной передаче да мы можем целую передачу перечислять фамилии говорите пожалуйста вопрос а стоит что он говорит теперь после того что вся украина проголосовала за президента еврея как он теперь называет украину и и и как бы но разъясни ни оценок у нас и я этот кошмар не смотрю но я вам просто скажу то что я видел он на этом вообще старается не акцентировать это внимание не актуально это для него не является актуальным понимаете то есть для него актуальным это когда стоит какой-нибудь известный литовец до замечательный кстати актер андреас лэйланс лэйланс по-моему да и вот в него или там еще он может тыкать этим понимаете вот этим вот что вы вы уничтожали как говорится евреев там вы он никогда не вспоминает о том что на территории россии никогда не вспоминает об этом что было очень много предателей что точно так же как и в летве как в других уничтожали евреи россия это не касается россия выиграла войну мы вас слушаем говорите пожалуйста здравствуйте зеленский ну я не знаю давайте мы это обменем другой передачи это не сильно говорите пожалуйста здравствуйте здравствуйте знаете я никогда не звоню вам на радио но это вот первый раз я живу в америке 43 года очень приятно эти люди которые вам звонят но они просто ошалелые какие им так нравится соловьев россии что они здесь делают приехали кормиться за счет страны половина сидит на вэлфери зачем вы приехали привезли детей у вас здесь вот знаете что вот знаете что последний ублюдок он приехал в америку как эмигрант с мамой семьей евреи реально потом ему не понравилось что он не смог заработать деньги он уехал обратно давайте откроем глаза людям я с ним лично в москве была все на воде на празднику надел талос со всеми поздоровался а потом вдруг он стал вести программу там дом чистый урод о чем вы говорите о нем даже разговаривать а эти люди которые вы защищают они должны сидеть там вот в этой программе вот и все и не думайте в ранее спасибо спасибо большое и не слушайте вы кто там профессионал эти люди вам звонят профессионалы большие извините меня ничего спасибо говорите добрый день добрый день priest например я правило не смотрю надо лапочки вы больше на мгайте чем я и значит ну и больше его смотрите по передачи раз так много не узнаете заработать там себе виллу дети мучиться у него человеку зарабатывать и вы тоже и покупать и и третье по поводу лично меня до приехал туда за колбасой и работаем на эту колбасу а у меня ее почему-то отнимаю за колбасу плате 20 долларов интересно в каком магазине вы оттовариваетесь это было интересно я вам скажу больше того то что соловьев вам вы видим у нас то ли плохо слушаете то что говорил гена то ли как говорится не придавайте назначение повтори почему мы говорим еще почему это так важно важно знать знать зло в лицо человек продает зло что такое зло он он-то он торгует он натравливает людей пропагандирует войну пропагандирует войну вот понимаете то есть то есть это в принципе идея продажи наркотиков под видом под видом кстати лекарства под видом лекарства он продает убийственные убийственные наркотики потому что пропаганда это в каком-то смысле тоже наркотик вот поэтому нельзя не придавать этому значения это важно вот а я еще вот как звонила наши радиослушательницы и правильно говорит если бы соловьев проживший в америке определенное время а знающие что что собой представляет эта страна и знающий как люди здесь друг друга относятся как здесь как говорится идет работа и когда он своих передачах начинает говорить про америку гадости не просто размышляя о том насколько америка там сложная страна и тогда а просто говорит в отношении нашей страны гадости как вы думаете как мы должны это воспринимать и сразу отвечу почему мы смотрим соловьева периодически мы мы не смотрим соловьеву так как это периодически смотреть это это нужно во первых этот цирк шапито это интересно посмотрите насколько может деградировать человек и общество и общество вместе с ним и те люди которые там стоят это полная полная деградация вот и просто как говорится но неприятно то что это был уровень телевидения когда-то это был уровень это был хендерович парфенов это были люди высокого уровня писатели журналисты и соловьев это просто ярчайший представитель сегодняшнего телевидения профессионалов то мало он профессионал в том смысле что он выполняет заказ заказ не просто заказом упал я заказ власти власти да и самое главное обратите внимание если придет другая власть и потребуется его талант пропагандиста он точно также будет пропагандировать то что ему следующая власть закажет у нас остается пару минут до минута а будем резюмировать гем давайте будем резюмировать и говорить о том что таких как соловьев к сожалению сегодня в россии много он просто ярчайший представитель и хотелось бы чтобы на российском телевидении если у них еще остались профессионалы появились просто другие порядочные люди а я хочу поздравить всех мам в преддверии замечательного праздника mother day который будет когда воскресенье да не в это через через окей через наступающим до из наступающим 9 мая я это говорю эти поздравления на случай если вдруг мы забудь забудем поэтому как говорится чтобы это оставалось но по поводу соловьев очень быстро скажу очень быстро буквально секунду а времени не остается поэтому даже чудовище есть мать